всем доброе утро ребята сходила сегодня уже не бегала сегодня просто зарядку делала на свежем воздухе возле речки это самое то конечно речка пахнет не будем говорить как 7 5 5 чем-то встала то есть мой такой мои такие-то часы биологические что я стою именно в это время постоянно каждый день сейчас приду позавтракаю буду собираться на автовокзал хочу раньше приехать там с мамой вас дела еще будут к сожалению не подействует уж типа раньше приедешь раньше видишь не в общем посмотрим все будет видно все ребят я приехала в центр водку водичку решила попробовать какие-то витамины что-то это но как по мне можно обычный гранатовый ссылка разбавлены или что-то типа такого как компотик надо будет все с лимоном попробовать то я себя зашла в это бы думаю чтобы не покупать в вокзале сходи все снимать невозможно идешь куча людей быстренько трамвай и не на вокзал сегодня очень мало маршруток я смотрела по расписанию так-то не хочет каждый полчаса так-то не ходит через каждые полчаса а так где-то раз в час дай бог что было надо еще сегодня уехать обратно поэтому здесь все быстро решится то что мне нужно запрятать я буду местой оперы все ребята я бегу ребята я уже в институте жарко в общем потом выйду еще кое-что расскажу и мне надо одну ситуацию прокомментировать но немножечко позже все ребята я приехал на автовокзал почти восемь часов все уже как видите закрыта вами не все на вас тут игровой автомат есть сколько времени сказать здесь не было прикольно вы выделить все закрытом таком состоянии выход еще один здесь наверное это сделаю у себя на районе и все-таки тут наверно все-таки у себя сделаю так интересно смотреть когда утром днем здесь все жужжит и все бурдит кипит а вечером наступает тишина хотя вокзал живет круглосуточно все-таки все-таки Подческа, а-ля, что-то на голове случилось. В общем, ладно. Если я хочу доснять этот кусочек видео, в котором я бы хотела акцентировать особое внимание на кое-чем, потому что, я так понимаю, это нужно сделать общий ответ, потому что в комментариях отвечать каждому я тоже не могу, у меня нет на это, к сожалению, времени. Первый вопрос, это вопрос о том, что плохое качество съемки, дергание камеры, санвела не было видно на сцене и тому подобное. Ребята, я хочу вам ответить. Кто хочет показать мне пример, как сделать лучше, как не трясти камеру, когда над тобой могут стоять люди, которые не позволяют снимать, как это сделать аккуратнее, ещё, если у вас какие-то есть методы, пишите, конечно же, в комментарии. Я снимала так, как мне было комфортно, и я прежде, наверное, всего с эгоистической точки зрения могу сказать со своей же колокольни, как говорится. Я этого делала для себя, для того, чтобы у меня осталось на память это видео, и я его обязательно сохраню, вернее, постараюсь сохранить, чтобы мне не только на YouTube, потому что YouTube, я же говорю, дело временно, вот, а постоянство, постоянство, это, конечно, остаётся только в видео, в фотографиях и тому подобное. Это был первый вопрос. Второй вопрос насчёт того, что мне начали писать в личку, даже не в комментарии, а в личку, о том, что почему ты подарила только один букет, и почему ты подарила только сам Вэллу и тому подобное. Почему, 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 почему? Ну, во-первых, мне кажется, это моё личное дело, да. Во-вторых, я подарила букет тому, кому я захотела подарить, то есть, ну, да, и как-то оправдываться, объяснять, почему я там не подарила, почему, почему, почему. Я думаю, достаточно будет моего ответа, то, что кому я захотела подарить букет, тому я подарила. Вчера я подарила букет сам Вэллу не как YouTube-блогеру, а как артисту, потому что он потрясающий артист. Девочка, конечно, тоже очень хорошо пела, Адель, не знаю, как её зовут, вернее, не помню, Люба Рыбак, по-моему. Но вот так сложились звёзды, видимо. И третий вопрос, вернее, не вопрос, а констатация факта о том дурдоме, который происходит в комментариях, вообще в общем, да, то есть я смотрю, там люди между собой ссорятся, я прошу вас, я понимаю, что это бессмысленно, наверное, да, но всё же я прошу вас этого не делать, потому что это не стоит в вашей жизни, если вы меня уважаете, если вы меня смотрите, вы можете это делать, да, и не входить, не вступать в конфликты с теми людьми, с которыми, скажем так, вы не согласны. Но это я очень мягко сказала, что не согласна. Я понимаю, вы хотите меня защитить, вы хотите мне помочь, но в данной ситуации это не имеет смысла, потому что я знала то, что это будут писать, пусть это люди пишут, пусть занимаются, извините, ерундой, ерундой, теряя свою жизнь, теряя своё время, а время то, что вернуть нельзя. А вы не теряйте своё время, пишите мне комментарии, я буду их читать, буду вас лайкать, и всё будет у нас с вами, ребята, окей. Сегодня очень короткое видео получилось, сейчас буду уже отдыхать, потому что устала. Опять, да, в конце видео опять сказала, что устала, молодая девка, 25 лет, ой, 25-20 лет устала. У меня вымотала сегодня дорога, это правда, она выматывает, наверное, больше всего, потому что 5 часов туда-обратно, жаркая маршрутка, закрытая, ветра нет. В общем, я не буду это рассказывать, потому что это, опять же, никому не интересно. Да. Завтра пойдём с вами, наверное, прогуляемся, потому что собеседование у меня только в среду. Завтра у меня будет свободный день. В общем, посмотрим, что будем делать. Надо реснички буду подрасчесать, чтобы было хорошо видно. В общем, такие дела, ребята. Всем хорошего вечера. Кому-то, может быть, доброе утро или добрый день. Чтобы всё у вас... Желаю, чтобы всё у вас было хорошо. И никто и никогда из вас не сказал худого слова. Ни в чей адрес, неважно. Хороший адрес хорошего человека, плохого человека. Думать могут все. Думать могут по-разному, да. Но надо думать, что ты говоришь. Потому что иногда этот человек может задеть до такой степени, что что-то может человеком случиться. Я говорю сейчас данная ситуация не о себе, а в общем. Потому что есть, скажем так, такие жизненные примеры. Всем хорошего вечера. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До скорых встреч. Тебе судьба опять под ножки ставит. И кажется, что зло всем миром правит. Потом ты начинаешь сомневаться. А стоит ли кому-то улыбаться? Но это всё небесные проверки. У них свои заоблачные мерки. Чем больше ты проходишь испытаний, тем больше новых трудностей, заданий. Но если от проблем не убегаешь, и в сложный час весь мир не отвергаешь, не злишься беспричинно на прохожих, потом судьба сама тебе поможет. Поверь, что не даётся счастье даром, но после заживляющим нектаром оно прольётся в сердце, словно чудо. Уйдут проблемы, беды, пересуды. Иди вперёд и верь. Судьба оценит. И в спину не толкнёт, и не изменит. Но только пред бедою не ломайся. И счастье обретёшь, не сомневайся. Субтитры создавал DimaTorzok